Это программа День с толком в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Вот некоторые темы этого выпуска. В борьбе с гололедом пока ничья. 8 и 9 марта больше десятка барнаульцев вновь стали жертвами скользких тротуаров. А долго еще? Жители села Зимари не могут дождаться, когда их подключат к природному газу. Вместо дерева – пластик. Почему после реставрации окна исторической аптеки Крюгер будут не такими, как в начале 20 века? Итак, вместо праздника – гипсы больничные. Так, некоторые барнаульцы отметили 8 марта. В больнице скорой медицинской помощи номер 2 сообщают, что накануне к ним попало несколько пациентов, которые стали жертвами гололеда. В праздничный день в Барнауле на линии работало более 100 единиц техники. Однако передвигаться по городу было проблематично. Из-за похолодания дороги превратились в каток. Сегодня гололед стал причиной 9-ти бальных пробок. В некоторых частях города движение было парализовано. Так, наиболее сложной ситуации – на проспекте Калинина в районе Нового рынка, на улице Советской армии и в районе Павловского тракта. В мэрии сообщают, что дорожники продолжают бороться с гололедом. Погодные условия, в том числе гололед и метели, часто становятся причиной дорожно-транспортных происшествий. По данным автоинспекторов, только за два месяца этого года на алтайских дорогах около 30 человек погибли и свыше 300 ранено. Всего произошло 252 аварии с пострадавшими. Почти в половине ДТП – это пассажиры. Что касается аварий с участием детей, то их было 34, два ребенка погибли и 33 ранены. Представители ГИБДД в очередной раз призывают пешеходов и водителей быть предельно внимательными на дорогах, особенно в гололед, слякоть и метель. Соблюдать требования правил дорожного движения, учитывать погодные и метеорологические условия. Если на дворе у нас на улице непогода, то нужно быть особенно внимательными, нужно выбирать оптимальную скорость, соблюдать боковой интервал, соблюдать дистанцию. И быть очень внимательнее при выезде на полосу, предназначенную для встречного движения, и выезжать только тогда, когда водители убедились, что нет встречного транспорта. Как нам сообщили сегодня в автоинспекции края, ненастный день, 8 марта, к счастью, обошлось без серьезных аварий. Но не без ЧП. Глава региона Виктор Томенко потребовала ускорить восстановление социальных объектов, которые пострадали от урагана накануне. Так, из-за непогоды в Тюменцевском районе была повреждена крыша детского сада. В Новичихе шквалистый ветер сорвал кровлю детской и юношеской спортивной школы. Там же пострадала крыша многоквартирного дома, но ее уже починили. Накануне губернатор в ходе телефонного разговора с главами районов поинтересовался ходом ремонтных работ. Как сообщил глава Тюменцевского муниципалитета Иван Диц, восстановление кровли детского сада начнется 10 марта. Занятия для воспитанников возобновят уже завтра, но на время ремонта проходить они будут в здании другого детского сада. С материалом мы уже порешали, с бригадой порешали. Завтра с утра начинаем работать. Я думаю, что дней за 7 управимся. Во время шквалистого ветра в Новичихе помимо кровли местной ДЮС США были обесточены линии электропередач, но сейчас эта проблема решена. Занятия в спортшколе будут продолжены, проведение ремонта этому не помешает. Губернатор в ходе разговора подчеркнул, что завершить работу необходимо в кратчайшие сроки. Жители села Зимари Калманского района жалуются на затягивание газификации. По договору с газораспределительной компанией провести долгожданное топливо должны были еще под конец осени 22-го. Но в этом отопительном сезоне людям вновь пришлось взяться за дрова и уголь. Так ждать ли сельчанам голубого топлива в этом году? И почему сроки затянулись? Узнавала Мария Мацаева. В селе Зимари первую газораспределительную станцию установили еще в 2011 году. Тогда удалось подключиться лишь 18 домам. Однако участков здесь больше 300. Социальная догазификация, то есть бесплатное доведение газа до тех участков, населенных пунктов, где уже есть газопровод, должна была завершиться по указу президента еще в 2022 году. Однако сейчас март 2023 года, а к работам в Зимарях так и не приступили. Все село-то у нас практически не подключено к газу. У нас только кормят обещаниями, больше ничем. Говорят, мы будем копать. Буквально до Нового года мы заходим на ваш участок. Я говорю, ну я рад, у меня там проведено уже трубы. Они же делали все это. И создается впечатление, что движение создается. Что-то делает. Никто не позвонил, никто не приехал. По словам сельчан, подать голубое топливо в трубы обещали до наступления текущего отопительного сезона. Однако по договору газовая компания сдвинула сроки до марта 2023. Сотни домов в Зимареи остаются без газа, несмотря на то, что жители уже закупили и установили оборудование. Мы у них заказали бригаду. Эта бригада у нас делала внутреннюю разводку. Мы у них купили это оборудование, дорогостоящее оборудование. То есть у нас это вышло больше сотни. И все это сейчас висит мертвым грузом. И эту зиму пришлось проводить по старинке. С углем и дровами, добавляют сельчане. Мешок нам где-то на три дня хватает одного мешка. Где-то 100 рублей в день получается. Согласно официальному ответу «Газпром» газораспределения «Барнаул», причина переноса сроков газификации в селе – необходимость дополнительных инженерных изысканий. Внутриквартальные газораспределительные сети часто приходится проектировать с нуля, с доведением до границ земельных участков. Сроки выполнения работ увеличены ввиду необходимости проведения большого объема работ по инженерно-геологическим и топографическим изысканиям с последующей разработкой проектной документации в соответствии с градостроительным кодексом, на основании которой возможно возведение распределительной сети, являющейся опасным производственным объектом. По словам специалистов, полный комплекс инженерно-геологических изысканий составляет не меньше 3-4 месяцев. Примерно такое же время занимает проектирование сетей. Что касается зимарей, как нас заверили в компании, к работам в селе приступят уже этой весной. В настоящее время проектные изыскательские работы завершены, проектная документация в полном объеме сформирована и передана подрядчику для начала производства работ. В начале мая подрядчик приступит к выполнению строительно-монтажных работ, в настоящее время занимается закупкой материалов. Сдача объекта предполагается в конце августа, начало сентября этого года. Если газа ждать жителям придется еще долго, то вот платежки за обслуживание газового оборудования, которым жители даже не пользуются, пришли быстро, рассказывают сельчане. Больше 4 тысяч в год мы должны им просто за обслуживание оборудования платить. Они нам уже, я пришла на почту, а там стоит уже у меня счет, вам выгодят уже должны 400 рублей, то есть за декабрь они нам уже выставили. Все люди, которые получили такие платежки, в то же время с отсутствием договора поставки газа, то есть не являются потребителями сейчас природного газа, могут обратиться либо в наши клиентские офисы, представители, которые находятся у нас в городе Барнауле, на южном, территориально ближе, мы решим эти вопросы, посмотрим, какие платежки, за что поступает население. Ну, то есть спишут их? Ну, конечно. Между тем, сельчане надеются, что следующую зиму они встретят с долгожданным комфортом. А мы продолжим следить, действительно ли газ придет в дома жителей села во вновь обещанные сроки. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком. Общественники Барнаула заявляют, что нынешний способ обращения с бездомными собаками изначально был провальным. Речь идет о программе отлов, стерилизация, вакцинация, возврат. В чем причина и что эксперты предлагают делать с бездомными животными? Передаю слово Ирине Корчагиной. Народный фронт бьет тревогу. Общественники считают, что в регионе назревает собачий коллапс. С 1 марта вступило в силу постановление правительства Алтайского края, которое обязывает властей следить за популяцией собак. Однако, как считают общественники, власти делать это не спешат. Например, камень на оби. На этом видео местный журналист рассказывает о своей встрече с четвероногими. Собаки в нашем районе давно обжили все мусорные площадки, крестности магазинов, пусить, матрасы. Одна из таких недавно напала, совершенно внезапно проявив агрессию, прокусила мне ногу и, к сожалению, джинсы. А еще, как по всему прочему, пришлось еще 3 месяца прокололаться от бешенца. Они же с бирками бегают, да, они стерилизованы, якобы считается, что они безвредные. Но мы их выпустили, условно говоря, мы их не лишили ни зубов, ни желудка. То есть они же должны где-то искать себе пропитание. Надо все-таки честно признать, что даже те конвенции, которые есть и ратифицированы, там есть право выбора у стран. То есть, условно говоря, если животное не востребовано, далеко не во всех странах, их же содержит пожизненно, да, принимает более гуманный способ, как бы то ни звучало, что называется, страшно, да, эвтаназии. Ну, наверное, вот в этой части мы и предлагаем пересмотреть концепцию. Общественники уверены, что по факту многие муниципалитеты не контролируют деятельность подрядчиков, занимающихся отловом собак. Где-то вообще контракты не заключены в Камни-Наби и в Рубцовске. Эксперты считают, что в Сибири и на Дальнем Востоке из-за особенностей климата вообще стоит пересмотреть концепцию отлов, стерилизация, вакцинация, возврат, чтобы не выкидывать животных на мороз в голодную среду. Строительство новых приютов – это просто накопительная система. Если сейчас построить 2, 3, 5 приютов, поверьте, через неделю они будут полными. Это не даст никакого итога. Итог – это просто сократить количество животных. Я считаю, что должно быть обязательно чипирование. Чипирование должно быть принудительное. Во-вторых, должна быть бесплатная стерилизация. И обязательно наряду с суками забирать и щенят. Может быть, забрать эти полномочия от муниципалитетов на региональный уровень, потому что глупо понимать, что ты сбросил из дотационного регионального бюджета на еще более дотационный муниципальный бюджет, что ты получишь какой-то результат. К сожалению, этого не будет. И у нас всего два муниципалитета, условно говоря, бюджетно обеспечены – Степное озеро и Бычкарь. Но вы не жалеете животных, но вы пожалеете тогда бюджетные деньги. Бюджетные деньги летят на ветер. Эта программа не приносит никаких результатов. С каждым годом на улице города животных становится все больше и больше. Когда отлавливают и забирают суку, на улице остаются щенята. И потом 2-3 месяца – и уже полноценная огромная стая вырастает. А пока, считают общественники, при действующем законодательстве сократить популяцию бездомных собак в Алтайском крае вряд ли получится. Ирина Корчегина, День с толком. Продолжим. В Алтайском крае появились в обороте купюры 25-летней давности – 5- и 10-рублевые бумажные банкноты. Выпуск купюр номиналом 5- и 10 рублей образца 1997 года Банк России возобновил в конце прошлого года. И это при том, что их печать была завершена много лет назад. Причина – быстрый износ бумажных банкнот. Тогда их решили заменить на долговечные монеты. Но в конце прошлого года чеканку снова заменила бумага. Долгие годы Банк России не заказывал печать в госзнаке. Поэтому купюры 5- и 10 рублей, особенно 5-рублевые, стали редко встречаться в расчетах. Монеты, как мы знаем, служат не одно десятилетие, но, к сожалению, оседают у населения и не возвращаются в денежный оборот. Сейчас бумажные банкноты низких номиналов образца 1997 года дополнительно покрывают слоем защитного лака. Но его люди не увидят и не почувствуют, отметили сотрудники Банка России. Пошли на компромисс архитектор Александр Дерин, который в свое время разработал проект реставрации объекта культурного наследия аптеки. Крюгер рассказал, почему у здания в рамках реставрации появились не деревянные, а пластиковые окна. Такой вопрос возник у горожан при обсуждении преображения аптеки. Его они задали в соцсетях. Напомним, памятник деревянного зодчества еще в 1917 году частично уничтожил пожар. Здание длительное время находилось в аварийном состоянии. Почти век спустя, в 2016 году, двухэтажную постройку выкупил основатель музея «Мир времени» Сергей Карипанов. Памятный объект начали реставрировать. За семь лет проделана колоссальная работа. Ремонтная бригада восстановила и утеплила стены, воссоздала исторический облик. Фасад здания выкрасили в ярко-зеленый цвет, тот, который был изначально. Окна украсили уникальными резными наличниками, точно повторяющими оригинал. Правда, горожане в соцсетях отметили, что окна аптеки совсем не деревянные, как были когда-то, а пластиковые. Архитектор Александр Деринг пояснил, что такое решение пришлось принять из-за сурового сибирского климата. Мы не можем воспроизвести вот такую вот точность и столярку, как она была дореволюционная. В центральной части России это возможно, потому что там климат помягче, и они делают тоненькие стеклопакеты, и можно похоже сделать. Но у нас, к сожалению, это сложно. Министерство культуры и законодательство не запрещают, не прописано то, что нужно точно, абсолютно так сделать. Поэтому есть тут такой элемент компромисса. Мы пошли на это. Уже известно, что в историческом здании разместятся экспонаты музея «Мир времени», а также уютное кафе. Реконструкцию памятника культурного наследия планируют завершить в ноябре этого года. А далее в выпуске «Романтическая история». Она русская, он китаец. Правда, такой семейный союз для нашего края скорее исключение, чем тенденция. По статистике, в крае на 15 тысяч зарегистрированных браков в год приходится не более одной русско-китайской пары, сообщают в региональном управлении юстиции. В этом году первыми такими брачующимися стали супруги Янь. Как, не зная русского, студент из Поднебесной женился в Барнауле, расскажет Анна Рашагирова. Их пара не похожа на другие. Она живая, светловолосая русская девушка. Он типичный представитель китайской культуры. Улыбчивый, но сдержанный юноша. Познакомились Юй Тин и Екатерина в вузе. Он приехал изучать в Барнаул русский язык и потому знал только несколько слов. Чтобы помочь таким студентам адаптироваться, в университете им назначают помощников, которые владеют английским. Так Екатерина и по сей день объясняет Юй Тину тонкости русскоязычного мира. Правда, уже в качестве жены. Катя очень умная. А еще у нас есть много общих интересов. Например, компьютерные игры. Мы очень много играли, проводили вместе много времени, и Катя стала для меня лучшим другом. Ее, рассказывает девушка, Юй Тин, покорил своей заботой и чувством ответственности. Уже через год после знакомства они стали мужем и женой. Правда, сначала пришлось побывать в Москве. Но не ради осмотра достопримечательностей, а чтобы получить справку из посольства, разрешающую гражданину Китая жениться в России. А ныне вы единое целое. Взявшись за руку, вы пойдете на роль этой семейной жизни. Родители из Китая видели свою невестку только по видеосвязи. Но выбор сына одобрили. Самое главное для них, чтобы молодые люди друг друга понимали. Во всех смыслах. Просто разговариваем по-английски, по-китайски, по-русски, по-никс. Друзья еще говорят ютинский язык. Очень странно, что когда я говорю по-английски с кем-то другим, меня не понимают. И только Катя меня понимает. И то, как говорит Катя, даже на других языках, тоже мне только понятно. Сейчас молодожены продолжают учебу в УЗИ, привыкают к культурам обеих стран. Но пока точно не знают, останутся ли здесь или уедут в Китай. Главное, говорят, всегда будут вместе. Программа туристического кэшбэка весной и летом этого года действовать не будет. По второму полугодию ясности пока нет. Специалисты ждут решения правительства страны. Госпрограмму по субсидированию поездок по России ввели в 2020 году. По ней отдыхающие могли вернуть от 20 до 40% стоимости тура. Такой кэшбэк в разы повысил спрос на путешествия внутри страны, отмечают эксперты. Так, за время действия программы ею воспользовалось почти 4,5 миллиона человек. Но в этом году ситуация по туристическому кэшбэку явно будет иной. Насколько известно, из неофициальных пока источников кэшбэка за туры по России и для взрослых людей в сезоне, по крайней мере, весна-лета 2023 года, мы не ожидаем. Продлится ли акция дальше, вопрос пока открыт. И эксперты не исключают, что ее сохранят, но видоизменят. Кэшбэк, скорее всего, будет доступен уже не всем, а лишь определенным категориям получателей. Иными словами, он станет более социальным. А между тем, неопределенность влияет на спрос. Активных бронирований и покупок туров в январе-феврале этого года гораздо меньше, чем в прошлые. Но в алтайских турагентствах всех желающих отдохнуть этим летом призывают уже сейчас задуматься об отдыхе и не затягивать с покупкой путевок. Если все-таки отпуск будет по каким-то причинам откладываться, во-первых, поменять билеты, во-вторых, сдать, если вдруг что-то произойдет. Потому что в летний период времени они, естественно, будут дороже. Ну и все-таки планировать, если не дальние поездки, то хотя бы близлежащие. Между тем, бесплатный туристический квиз пройдет в Барнауле 12 марта. Напомним, что квиз – это развлекательно-познавательная игра, где команды соревнуются между собой, отвечая на различные вопросы. Мы для них приготовили такие абсолютно простые вопросы. Я даже сделаю небольшую подсказку. Вопросы будут о истории Барнаула, о истории Алтая. Здесь же будут вопросы о озерах, реках Алтая, о каких-то культурных мероприятиях в разных странах. Победить очень просто, потому что на табло будет написан вопрос и сразу несколько вариантов ответов. Игрокам просто нужно будет выбрать правильный ответ. Учитывая, что квиз проводят для путешественников, на входе участники должны показать либо копию загранпаспорта, либо туристический ваучер, либо путевку. Команды, занявшие первые три места, ждут хорошие призы, путевки на летний уикенд на Алтай, скидки на туры, вкусный торт и экзотические фрукты. Продолжение следует...